Победный май И заставляет еще и еще раз задуматься о героическом прошлом нашей страны и о ее великом будущем. И, конечно, сегодня мы вспоминаем тех, кто совершил невозможное, выстоял и победил в самой кровопролитной войне. Ранним утром в Тобольске встретили рассвет победы. С этого события и началась праздничная программа 9 мая. Как это было, смотрите прямо сейчас. На часах 6 часов утра. Город практически весь спит, а за моей спиной формируется колонна из гимназистов, педагогов, родителей. По традиции, которую, кстати, начал первый директор гимназии Николай Дмитриевич Лицман, впереди идут юноши с гвоздиками. Их 73 в этом году по числу лет, прошедших со дня победы. Давайте узнаем, какое настроение у идущих. Настроение гордости за... вот это все за то, что все это происходит, за то, что все это не забыто. И просто приятно очень видеть то, что каждый здесь с Георгиевской ленточкой и с гвоздичкой. Лично для меня, так же, как и для всей гимназии, это очень дорогая традиция, которую я следую с 7 класса, так же, как и все гимназисты, которые себя уважают. Мы с дочерью ходили еще в садики, а в гимназии, да, в первый раз идем. Колонна движется, настроение у ребят хорошее. Идем к вечному огню, будем возлагать цветы, к мемориалу. КОНЕЦ КОНЕЦ Гимназисты организовали свой бессмертный полк. У каждого своя история, свой день победы. Давайте узнаем о том, какие победы у ребят. Пали Николаев Фомич. Он был участвоведником Великой Отечественной войны. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 19 лет. Я очень горжусь своим дедушкой, и он пришел целым и невредимым с Великой Отечественной войны. Я тоже пришла со своим дедушкой. Да и вообще эта традиция очень важна. И не очень сложно так вставать в 5 утра. Ура, победа! Ура! Стародубов Иван Степанович. Он был с Омска, его забрали на фронт. И он был водителем, он развозил боеприпасы. Очень много, значит. И сам локальный фой, участник. И то, что отец у меня воевал. И то, что дядя тоже так же в Северном флоте воевал. Моряк был. Погиб в бизнесе пропавших по сей день. Предприятия и организации Тобольска, которые вышли сегодня одной большой колонны, стараются хотя бы частично передать атмосферу военных сороковых. В праздничной колонне есть и настоящая военная техника. Ее подготовили специально для шествия. ГАЗ-63, ГАЗ-67, ГАЗ-69. Сегодня стальные представители предприятий Югор, Сталь и Жемчужина Сибири. Чтобы привести их в полную боевую готовность, понадобилось много времени. Например, на реставрацию ГАЗ-67 у мастера ушло 6 лет. Эта машина выпущена в 1942 году. Представьте себе, была на фронте. Они воевали эти автомобили. Таскали пушки 45-ки. Разведки они работали. Офицеры ездили, конечно, и солдаты. Это очень затратный труд. Люди ездят по курортам, а я все. С машинами влюбляюсь. Торгово-развлекательный центр «Жемчужина Сибири» часто удивляет жителей Тобольска креативными идеями и проектами. Шествие ретроавтомобилей – очередной подарок горожанам, которые готовы приобщиться к истории своего отечества. Хотелось бы поздравить жителей Тобольска и вообще всех людей нашей страны с таким великим праздником – Днем Победы. Мы очень трепетно относимся к этому празднику и всегда готовимся к своей управляющей компанией. Хотим пожелать всем жителям мира, добра, счастья и здоровья. Ура! Героям! Майские дни 45-го года навсегда останутся в памяти народа днями победы над фашизмом. С праздником! С Днем Великой Победы! Она вливала новые силы в уставших бойцов, вдохновляла в бою. Сегодня с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла Ида Валяков поздравляет орбестер «Урал-Бент» под указанием Александра Витальевича Павлова. 9 мая – особенный праздник, и в каждой семье он ассоциируется со своей историей. Потери близких и родных, радость героических побед, муки концлагерей и голодные годы войны. Именно поэтому в этот день слезы, улыбки, горесть и воспоминания трагических и светлых дней Великой Отечественной войны перемешиваются в одну на всех победу. Сегодня здесь много людей с портретами. По сути, весь город – один большой бессмертный полк. Более 50 предприятий и организаций, свыше 6 тысяч табаляков пришли сегодня рассказать каждый свою историю. Рядом со мной находится Екатерина Чагайдак. Екатерина, расскажите, как война коснулась вашей семьи? Здравствуйте всех, с праздником! Это мой дед Сергей Федосович. Будучи еще молодым совсем человеком, подростком, он вместе со своим отцом воевал в партизанском движении в Белоруссии, в лесах Белоруссии. Был награжден орденом за партизанское движение. У него были ранения. Впоследствии, после войны, он уже окончил военную академию и всю жизнь служил России. Вы каждый год приходите сюда, я так смотрю, всей семьей? Мы приехали из Томска. Второй год мы приходим в Тобольске на парад вместе с детьми. Спасибо вам большое за рассказ, Екатерина. В Тобольске в праздничных колоннах рядом с обычными табаляками идут еще и граждане иностранных государств. Вот рядом со мной сейчас находится Ферат Ялген. Он приехал из Турции в Тобольск на строительство ЗАПСИБ «Нефтехима». Ферат, расскажите, какие у вас сегодня чувства, почему вы решили прийти на шествие на праздник? Ваша победа против фашизма известна во всем мире. Я уже нахожусь в этой стране 10 лет. В каждом городе, где я нахожусь, я стараюсь участвовать в этих парадах. И так как раз здесь, в Тобольске, решил тоже прийти с вами в честь этой великой победы участвовать в этом параде. А какие у вас чувства сегодня? Что вы чувствуете? Ну, видит просто народ, просто в этом, как скажем, с этими портретами, как один, просто как одно тело. Просто это, конечно, радует. Просто вот до сих пор вспоминается эта великая победа. Это просто вот, я с вами просто рад, просто это честь для меня, чтобы участвовать с вами в этом параде. Спасибо большое, Ферат, вам за рассказ. А мы продолжаем праздновать 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Погибших под Можайском в неравной битве с фашистскими войсками. Слава десантникам! Они остались среди нас, деды, прадеды, братья и отцы, наши родные и близкие, герой Великой Отечественной войны. Пока мы помним, они живы, пока мы идем плечом к плечу, их подвиг и смерть. А чей портрет у вас в руках? Это мой дядя. Он ушел, ему еще не было 17 лет. Сам попросился, был высокий такой, стройный и выглядел старше. Это мой дед, Волков Петр Семенович. Ушел на войну в июле 42-го года. А в феврале 43-го был ранен. И по сентябре 43-го лечился в АК-госпитале. И потом его комментировали до 6 месяцев. Он приехал в Тобольск в сентябре, а в декабре умер. Почему приходите и... Надо, чтобы поколение из поколения как-то рассказывали друг другу, а иначе как будет. Доказывать, рассказывать, иначе они не узнают даже историю молодежи. Все равно нужно им рассказывать больше. Песня. 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 на лошадь, и мы идем. Завели, правда, что в какой-то мне сарай. Стали разматывать. А я думаю, интересно, что ж на меня было, я ж не знаю. А оказывается, этой армии, 40-й дивизии, знамя было, я его спасала. Спасала знамя, оказалось, это спасло жизнь. Когда ночью подняли и сказали, нужно скакать, 19-летняя комсомолка Мария Загребельная даже не спросила, куда и зачем. Без еды и воды больше суток она вместе с солдатом 40-й дивизии пряталась в Крымском лесу, замотанное в самое дорогое армейское знамя. Уже после она узнает, что деревушку, из которой уехали, разбили немцы. О том, что пришел мощный и жестокий враг в Крыму, стало ясно уже летом 41-го. Копали окопы, копали для пулеметов, гнезда, копали, ну как, зенитка или что-то на машине стояло такое, в туннеле, делали блинтажи. А в родной крымской деревне Тараклы остались родители и две сестры. Одна попала в плен, вторую мать успела спрятать в земляной яме. Мария Сидоровна в Крыму воевала, пока не отправили на пароходе в Батуми. Там по военно-грузинской дороге доставляла питание солдатам на передовую. Вот я поползла, пять рюкзаков в одно место, где назначено было, я поползла туда, сдала это все, вернулась, опять же посадили на ишаков, глаза завязали в этот лагерь, привезли и сняли, накормили и сказали отдыхать. Во время войны отморозила ноги, лежала в госпитале, а в 44-м добрые люди помогли вернуться в родной Крым. В 48-м скромную героиню нашла награда – медаль за оборону Севастополя. После с мужем жила в Казахстане, вернулась в Украину. Сын Николай после школы поступил в Тобольскую мореходку. Здесь женился и остался. В декабре прошлого года перевез суда 94-летнюю маму. Сейчас хлопочет о российском гражданстве, чтобы Мария Сидоровна получала положенное соцобеспечение. Документы у меня в данный момент, все те, которые я в Украине получила, все есть. А тут же, их же надо, если украинские, все на русский переделать. Столько сын уже денег положил. И конца края нема. Я не знаю, буду ли я пенсию получать здесь. Чудоживу, чтобы хоть пенсию выдали. И тем не менее, она не жалуется. Наоборот, рада, что в Тобольске про нее не забывают. И кроме Дня Победы Мария Сидоровна готовится встречать свой 95-й день рождения. Он будет 12 июня. Мария Гребенюк, Рустам Брузеев. Тобольское время. Сегодня вся страна ликует. Мы все в праздничном настроении. Сейчас рядом с нами председатель городской думы Андрей Анатольевич Катасевич. Андрей Анатольевич, скажите, что для вас этот праздник? Ну, для меня этот праздник, как и для всех в нашей стране, это праздник отдания, будем говорить, своего долга, отдания, почитания наших дедов, отцов, прадедов за то, что они добыли для нас эту победу, за то, что они пронесли вот эти мирные десятилетия до сих пор без войны. Это, конечно, очень, конечно, стимом для них, для нас тоже это. Они передают традиции нам, то, чтобы не было войны, как это делать. И мы поколение после них, и наше поколение после них будет, и после нас. Я думаю, мы должны этот праздник сохранить. Он праздник не только победы, но он еще стал праздником единения всей России. То есть мы должны показать всему миру, что мы вместе, что мы едины. А когда мы едины, мы не победим. Андрей Анатольевич, есть ли какие-то семейные традиции, связанные с Днем Победы? Достаточно много традиций. У меня, значит, и дедушка служил в артиллерийских войсках, участвовал в войне. Дед от матери тоже. Также есть родственники, дядьки, которые, значит, служили, дошли до Берлина, до Бреста. От Бреста до Берлина. То есть, конечно, традиции такие есть. Мы вспоминаем о них. Это люди, на которых мы должны равняться. И вот один из дедов, который участвовал в войне, имел фамилию Ходосевич, звали его Андрей. Так что вот, как бы... Гордитесь? Очень горжусь, конечно. Буду гордиться всю жизнь. Что бы вы пожелали Табаликам сегодня? Табаликам я хочу пожелать сегодня. Вообще, это участие в жизни города, в жизни нашей страны. Чтобы наш город был много краше, много уютнее, значит, в нем жилось. И в этом должны принимать все участие. Различными путями. Но это наш город, и мы его должны беречь. Фронт и тыл четыре года противостояли врагу. И за тысячи километров от линии фронта победу ковали женщины и дети. И все трудности они переносили не менее стойко, чем бойцы Красной Армии. Ха, девушка, здравствуйте. Ну вот, в преддверии 9 мая я хочу проведать нашу прабабушку, горячую любимую. Давайте посмотрим. Она же у нас наверху живет, да? Да. Да, все. Отлично. Чувствует себя хорошо, да? Настроение прекрасное. Татьяна Дмитриевна Глушкова пережила три войны, родилась в Первую мировую, росла в Гражданскую. Но именно Великой Отечественной до сих пор рассказывает внукам со слезами на глазах. В начале 40-х она перебралась из Кировской области в деревню Черемушка, тогда Дубровинского, а ныне Вагайского района. Большой поселок, добротные дома. Да только жить там пришлось недолго. Я отмышла замуж. Тема пожили немножко, взяли в армию. А потом война началась. У меня дочь родилась без отца ведь. Он ушел. Я беременна. Он ушел в июне, она в августе. Он пришел, ей уже 4 года, 5 был. Я жила одна. Сибирячки, оставшись без мужчин, завалили на себя их тяжелую работу. Для фронта выращивали хлеб, в лесу драли бересту, из которой на заводе изготавливали деготь. Пахали, сеяли, молотили, колотили. Все работали. Мужчин не было, все женщины работали. Ребятишки все. Ребятишки ходили, колоски собирали. Все работали. Про войну говорить-то неохота. Трудное время. А мужчины самоотверженно воевали, приближая великую победу. В том числе и муж Татьяны Дмитриевны, которого она ждала долгих 4 года. Иван Иванович вернулся с войны с наградами. Орден Красной Звезды, Орден Великой Отечественной Войны, медали за отвагу, за взятие города Кинницберга, за победу над Германией. Татьяну Дмитриевну за трудовое отличие и за трудовую доблесть в тылу тоже наградили медалями. Вместе с мужем она вырастила троих детей. Сейчас у Татьяны Дмитриевны 5 внуков и 7 правнуков. Несмотря на свои 103 года, она до сих пор занимается огородом, любит вышивать и вязать. В День Победы обязательно едет к мужу на кладбище в Агайский район. А потом собирает всю семью за праздничным столом. Наталья Китова, Рустам Розеев, Тобольское время. Сегодня на улице Тобольска вышли тысячи табаляков. Все с портретами. Рядом со мной сейчас находится депутат Тюменской областной думы Майер Владимир Яковлевич. Владимир Яковлевич, расскажите, как война коснулась вашей семьи? Чей вот у вас портрет в руках? Добрый день. Сегодня, конечно, очень большой праздник. Наверное, самый большой праздник. И я вот несу портрет своего старшего дяди Давыда Готфридовича Майера, который в 1938-м был призван в Красную Армию, служил. И начало войны, ну просто у него не было выхода. Война началась, а он уже в военных действиях. Но он, к сожалению, в 1941-м погиб. Очень много сделал этот город и этот район для этой победы. И люди сегодня, находясь, трудятся. Тобольск – это очень патриотичный город. Я всех поздравляю с Днем Победы. И давайте беречь мир. Спасибо большое, Владимир Яковлевич. А мы продолжаем праздновать на улицах Тобольска. В Тобольском сквере Ешова и на Красной площади Тобольского Кремля организовали полевую кухню. Здесь вот раздают блокадный хлеб и для фронтовиков готовят фронтовую кашу и солдатские 100 грамм. К этой праздничной трапезе может присоединиться любой желающий, потому что повара Тобольского медицинского колледжа и студенты Тобольского многопрофильного техникума приготовили 6000 порций знаменитого солдатского кушания. Они гречневую кашу щедро сдобрили тушенкой. И вот организовали два пункта раздачи, и везде стоит очередь. Фронтовая каша – это же основной продукт питания у солдат, который был на войне. И, конечно, мы стояли за ней не для того, чтобы утолить свой голод, или мы никогда не пробовали такой каши. А мы, и я на параде победы, и приходя сюда попробовать эту кашу, мы вспоминаем о тех тяжелых боях, о тех тяжелых условиях, в которых были наши солдаты. И, конечно, мы хотим почувствовать себя причастными, ну, поближе быть к тем условиям, которые испытывали наши солдаты, наши бойцы за дело Великой Победы. Вы стоите такую большую очередь, чтобы вот покушать это и отведать каши. Вообще, почему вы считаете, что в этот день обязательно надо кашу? Ну, потому что, чтобы понять, что чувствовали наши деды на войне, что они переживали. Вот, а поев этой каши, они чувствовали храбрость, смелость, вот, и силы идти вперед, дальше, к победе. Кого вы сегодня вспоминаете в этот день? Ну, естественно, своих дедов. У меня, у мужа дед фронтовик, мой дедушка, у жены непокойный, тоже фронтовик. Все-таки, вот эта солдатская каша, она вошла в арсенал этого праздника и стала еще одним символом победы. Все-таки, особенно в первые годы войны, солдатская каша, она спасала солдат, она помогала громить врага. Скудин был, солдатский паек, и вот щида, каша, пища наша, эта пословица появилась не случайно. Неприхотливый российский солдат, он мог из топора сварить кашу и еще и наслаждаться ее вкусом. Именно поэтому она вошла на долгие годы в меню российской армии. Все-таки на сухом пайке долго не навоюешь, как и не сделаешь хороший репортаж. А каши-то так хочется, у нас разыгрался аппетит, и все-таки хочется ее попробовать. Вот другое дело. Каша гречневая, вкусная, аппетитная, настроения поднимаются. И силы добавляются. С праздником, дорогие табаляки, с праздником жителей Кеменской области. С Днем Победы! Блокадный хлеб – это не просто горбушка. В годы войны для многих она стала источником жизни. Из чего его пекли и какие были нормы хлеба Великую Отечественную, смотрите в следующем сюжете. Катя, смотри, вот таким хлебушком люди питались во время войны. Хочешь попробовать? Давай попробуем. Да специально такой хлеб сделали, пекли когда во время войны. А вы знаете, вот какая норма была во время войны блокадного хлеба? Что-то 100 грамм, по-моему, 120-3 грамм на человека. Ну, там давали 50 грамм, 100 грамм. Кто работал, 150 грамм, 200 давали грамм. Он как карзац хлеб называется, да? Или как? Блокадный. Блокадный хлеб, да. А с чего делали? Добавляли там что-то там. Я вот не помню, честное слово. Первые месяцы блокадных хлеб пекли из смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой и солодовой муки. Когда с продуктами стало совсем плохо, стали добавлять льняной жмых, отруби, а затем целлюлозу. Вытрески из мешков с мукой, березовые почки и сосновую кору. Менялись ингредиенты, а вместе с ними и норма выдачи хлеба. Первые месяцы блокады рабочим полагалось 700 грамм в день, остальным 500. Детям всего 300 грамм. Да и их постепенно снижали. Одна такая булка весит 250 грамм. В блокадном Ленинграде норма на одного человека была ровно половина. 125 грамм. Выдавали вот такую вот горячую и свежую краюшку. В Тобольске уже не первый год к Дню Победы пекут блокадный хлеб по своему рецепту. В состав входит дрожжи, соль, солод, мука, вода, опара. Скажите, а вот он от обычного хлеба чем отличается? Ну от бородинского, допустим. У него повышенная кислотность, более такой насыщенный, пористость повышенная. 2000 буханок разлетаются быстро. Рецепт взяли за основу для зернового хлеба, который сегодня пользуется спросом. Но не все понимают его настоящую цену. Теперь так вот это посмотришь, где валяется кусочек хлеба, просто сердце обливается кровью. Особенно мы, блокадники, пережившие этот голод и холод, мы знаем цену хлеба. И вот я всегда, где бы какой кусочек ни валялся, я всегда его подберу. И всегда принесу домой, и посушу его. И всегда то собачкам или коровке там с кормит дочке. Главное, чтобы и отношение к хлебу передавалось с поколения в поколение. Мария Гребенюк, Рустам Розеев, Михаил Куричко. Тобольское время. День Победы – это до сих пор праздник со слезами на глазах. В этот день мы вспоминаем тех, кто прошел всю войну на фронте и в тылу, кто дошел до Берлина, кто встретил и дождался своих родных и близких. И, конечно, мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни одержал победу над фашизмом. Точное число погибших на фронтах Великой Отечественной войны до сих пор не установлено. Пока известно, что Советский Союз потерял в этой войне около 27 миллионов человек. И это только официальные данные о погибших. А есть еще до сих пор не рассекреченные списки и безымянные могилы. Именно поэтому мы обязаны вспомнить сегодня о погибших по всей стране, в том числе и в Тобольске. 18.55. Одна на всех минута молчания. Остановитесь и подумайте, за что боролись, за что погибли и почему мы все-таки победили в этой страшной кровопролитной войне. На этом наш специальный выпуск программы «Победный май» подошел к концу. До новых встреч. До свидания. Весна 45-го года, как ждал тебя Синий Дунай, Народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнят имена, помнят Алипы и Дунай. Тот святущий и поющий яркий май. И кревенцем в русском вальсе с когось года Помнят сердце, не забудет никогда. Тот святущий и поющий яркий май. Тот святущий и поющий яркий май. Субтитры создавал DimaTorzok